Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Все знают, что кислотность почвы это очень важно. Когда почва кислая, ну, плохая ситуация в огороде. Вы, наверное, сейчас, сейчас мы все грамотные, мы читаем статьи в интернете, и мы уже знаем, что если кислотность большая у вас, грунт кислый, то, например, вот сейчас про томаты. Томаты плохо усваивают микро-макроэлементы, они даже плохо усваивают влагу, они угнетены. И растения, человек-огородник, когда видит, что, видно, что растение развивается плохо. Он пытается удобрять, подсыпают перегной, добавляют каких-то других удобрений, но ничего не меняется, и растение плохое. А бывает иногда, что вся причина просто в том, что грунт кислый, его нужно раскислять. Про это я говорила, вот когда говорила, как профилактику вершинки делать. Все кальций содержащие, все известь содержащие, известь пушонка, мел, доломитовая мука, все это добавляется. Но сейчас у нас тема будет другая. Если вы видите, что что-то не так, и вы хотите узнать, какая у вас кислотность почвы, не все же побегут за лакомцевыми бумажками узнавать ПАЖ. Есть народные средства. Но не народные средства. Я обещала рассказать о растениях-индикаторах. По растительности вы можете узнать, почва у вас кислая или нет, есть ли у вас угроза. И еще хочу сказать, те вот растения, которые для кислой почвы как специфические, они не обязательно будут у вас именно прям на грядке расти. Или вот прям внутри участка. Если у вас это садовое, такое, например, какое-то, как оно называется? Ну, садоводство, короче, общество садовое. Ясно, что вы выпалываете все эти сорняки. Вы не даете разрастаться ни конскому щавелю, ни хвощам и плаунам. Но, если вы выйдете за пределы вот этого садоводства и вокруг походите, посмотрите, какие у вас там растут растения, там, где не удаляются сорняки, вам сразу по некоторым растениям станет ясно, что это у вас участок именно на кислых почвах. Какие-то растения, которых у меня нет, у нас не растут. Но я вам скажу сейчас. Вот Василек, Полевой хвощ, Вереск, Иванда Мария и Лютик. Иосока. Это явные представители вот таких кислых почв. Я живу в городе. У нас нету этого ничего. Ни хвоща, конечно, ни Иванда Марии. Я узнаю по другим растениям, тоже которые представители кислых почв. У нас подорожник и конский щавель. Если конский щавель у меня в самом участке не растет, то, пожалуйста, выйди за ограду, все вот эти обочин дорог, такой конский щавель, с такими листьями с огромными. Подорожники вот такого размера. Мы когда приехали сюда 30 с чем-то лет назад, когда купили этот дом, у нас в огороде вдоль дорожек везде росли такие вот эти вот подорожники огромнейшие. И было удобно. Ребятишки коленки собьют, раз помоешь, привяжешь. Но потом, когда я узнала, что это, ну как, показатель того, что все ненормально с грунтом, я стала год за годом, год за годом добавлять залу. Два раза, раз в пять лет, известь пушонку добавляла. И вот, короче, год за годом, год за годом я исправляла. И исчезли подорожники. Поэтому вы знаете, что изменение вот этой кислотности грунта, вот эти растения-индикаторы, они моментально вам покажут, есть у вас успех в изменении кислотности грунта или нет. И когда посмотрите, если походить по участку, растут локально. Именно там, где нет грядок, где я ничего не вносила, где раскислителей никаких не добавляла, от гизолы, естественно, я не добавляю. Зачем я буду зря тратить вот какая-то дорожка там за гаражом, вокруг бака. Именно в этом месте остались вот эти красивые, с толстыми листьями подорожники. Они прямо вот так вот все сбились в этот участок. И это ясно, что вот они локализовались в одном месте, значит здесь, под этим баком, под этими дорожками, под этими у меня там коврик, даже они через ковер пробиваются, значит здесь почва осталась кислая. А в другом месте у меня начала расти мокриться. Если у вас растет мокриться, это уже улучшение грунта, значит он уже не кислый, потому что говорят, что на кислых почвах мокриться не растет. И еще, когда мы выходим весной, вот, ну, выйду я, например, и иду там куда-то в магазин или куда, у нас вся улица, вот весь этот район, с желтым цветом весной, а дуванчики цветут, жирные такие, цветы большие, листья вот такие хорошие. Это верный показатель, что у нас бедные, кислые почвы. У нас раньше и в огороде была такая же ситуация. Мы, когда были помоложе, мы высаживали очень поздно, так же, как все, мы раньше майских праздников вообще не выходили, чтобы высаживать. А дуванчики уже успевали в это время вылезти и расцвести. И вот, когда мы выходили в огород, у нас первым, самым трудоемким делом было избавиться от дуванчиков. Мы их выкапывали вот такие толстенные, вот такие метровые. Раньше, конечно, я не знала, я просто думала, что вот вредный сорняк, что он к нам лезет и лезет. Мы вот раз, один раз уберем, но убирать бесполезно, потому что весь район, когда начинает спух лететь, он летит по всем нашим огородам и начинает опять расти в огороде. Но если бы для него была неподходящая кислотность, грунт был бы неподходящий, он бы не был там таким обильным, таким красивым, таким мощным. Вот они у нас прям как декоративные растения. Я вам весной покажу. Мы весной даже котят, когда продавали, кошка нагуляла котят, чтобы сделать фотосессию, и выносим их вот сюда, ну как из дома, выходим на улицу, укладываем на это одуванчиковое поле. Прекрасные фотографии, красивые котята вокруг желтой одуванчики, так красиво. Но оказывается, это верный признак. Сейчас еще какие растения-то я еще не назвала. Вот смотрите, про одуванчик написано, что одуванчик растет не только на обедненной кальцием, но и на обедненной гумусом почве. Значит, если у вас в огороде процветают одуванчики, у вас ненормально с почвой. Она у вас не только кислая, но еще и бедная. Значит, удобрять, раскислять, делать хорошие условия для выращивания, например, томатов или других. А меняется или нет почва, растения сами покажут. Вот как у меня, у вас эта флора может измениться. У меня исчезли подорожники, одуванчиков тоже стало мало и появилась мокрица. Хоть она и вредная, и противная. Это значит, что шаги какие-то к улучшению состояния, к улучшению состава. Состав более сбалансированный, он уже не кислый, грунт. Значит, у меня все получается. Но на это нужно очень-очень много времени. Конечно, не один год. Как я уже сказала, пусть вас не пугает эта цифра. Я живу в этом доме 30 лет. И все 30 лет, при высадке томатов, я везде добавляю золу. Вот, как я говорила, два раза добавляла известь, пушонку. Но сейчас средств в магазинах очень много. Зола это не потенциально, это не обязательно. Можно добавлять другие. Как узнавать, по каким растениям, я вам сказала. Выйдите за пределы вашего садового участка, если у вас растут вот эти, кто они, хвощи полевые, потом подорожники, конский щавель, как у нас. Если благоухают весной одуванчики, значит почва кислая. Нужно исправлять. Все, до свидания.